24-го соковика означается День братьбы с туберкулезом. Все лета он проходит под девизом «Час дейничать». Подаденных с Усветной организацией Аховы Здоровья, зараз у свете проживают больше, как 10 миллионов человек, инфицированных туберкулезом. Ситуация в регионе и меры, которые принимаются для ее поляпшения. У Матрыяле Олега Синсерова. До Международного дня братьбы с туберкулезом в ОМИНИ примирковали акцию «Белый рамонок» для проведения рентгеноклюрографического обследования на площади Повстанье установили пересованный аппарат «Пульмоскан». Доведаться об состоянии здоровья мог любой ожидающий. Я всегда в начале года прохожу флюорографию. И вот сегодня у меня так целенаправленно было настроено, что я пойду в свою поликлинику и пройду. А тут случайно прочитала в интернете, что у нас организован такой переездной пункт на площади Восстания. И мне это было очень удобно. Акция «Белый рамонок» с уместным проектом областной туберкулезной больницы и областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» Миновата ЕЕ волонтеры запрошали гамельчан пройти обследование, давали информацию о симптоматах и шляхах распоседживания. У ВОХУЛИ тема борьбы с туберкулезом для региональной организации не новая. Уже около 4-х годов волонтеры принимают удел в проекте «Достанции на галечения хворых» при допомозе смартфону в режиме реального часа и они контролируют выполнение ими всех медицинских процедур. Волонтер должен ему позвонить и спросить, «Ты принял таблетку? А что ты сейчас делаешь? А что ты утром кушал?» Вот беспрерывная связь и тем самым больной, он мотивирован на то, чтобы принять таблетку, чтобы это лечение было беспрерывное, чтобы было правильное питание и он обращался за помощью к врачам-специалистам. Вакцинация в суперс-туберкулезу началась только в 1921 году. Первый в свете суперс-туберкулезный медицинский препарат «Стрептомедцин» заявился в 1943, 50 и 60 годы минулого Сагодя отзнательно створением новых сродков братьбы с захворыванием. Что, то есть в Сагонской области, то в последние годы тут означается стабильное снижение у зровню захворывания. Областная больница различена на одночасовое лечение. 470 хворых на туберкулез у реальности их на треть меньше. В связи с приобщением ситуации с 1 мая выршено скоротить 80 ложков. Обращая экономию бюджетных сродков, это позволит створить для пациента больше комфортные умовы. Разом с тем, в сравнении с іншими регионами Беларуси, кольц захворыванию на туберкулез на Агумишине застаётся одной из самых высоких. По пыльной ступени это отломается тем фактом, что после Чарнобыльской катастрофы тут в некоторых годах не проводился плюрографичное обследование. Еще одна проблема, якая возникает при лечении этой хворобы – устоливость некоторых микобактерий туберкулезу далеков. Правда, в ближайший час эту проблему у Агумской области плануется вырешить. Прогнозируется, что заболеваемость по туберкулезу дальше будет снижаться. Количество нововыявленных случаев не превысит 350 случаев по всей области. Лекарственные препараты, особенно новые, для лечения лекарственно устойчивого туберкулеза поступят. Они будут поступать как за счет местного бюджета, глобального фонда, значит, республиканского бюджета, так и за счет фонда врачей без границ. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».